Книга «Открытым оком». Тема «Мусульманство». 25-й тонн. Вопрос 3734. В южных странах существует благочестивая традиция – требовать Колым за невесту. Был ли когда-нибудь Колым на Руси, в православии? Может ли требовать Колым отец духовный, крестный? Ведь он вложил в воспитание крестницы немало. Сколько бы вы запросили, будь на то в Божьей воле? Отвечает Игнатий Тихонович Лапки. Колым или Вено было всегда, Бытие 29.18. Иаков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою». Таков обычай был и у язычников, Бытие 34.12. «Назначьте самое большое Вено и дары, и я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу жену». И цари требовали Колым вену, 1 царств, 18.25. И сказал Саул, «Так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме ста края обрезаний филистимских, в отомщение врагам царя». В Новом Завете не встречается такой обычай. У русских напротив того говорят «преданные дочери». Может и был где подобные обычаи на Руси, но в литературе не встречал. При советской власти Колым преследовался как уголовное преступление. О духовном Колыме и не слышал даже. Мы же трудимся для вечности. Если крестница удачно вышла с жамуш и стала доброй, послушной женой, искренней матерью-христианкой при искренне верующем муже, вот это и награда. Дети от них во Христе. Сирахова, 8.27. «Выдай дочь замужества, и сделаешь великое дело, и подарю ее мужу разумному». Притча, 31 глава, 28-29 стих. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты предвошла всех их». Стихотворение. «Мой сын, удушлив мрак моей темницы, сокрыт от глаз полей родных простор. Не слышу, как шумит зеленый бор, не вижу, как в сиянии единицы. Садами реют юные орлицы над снежными хребтами дальних гор. И я когда-то был и свежий молот, ключом кипела жизнь моя в груди. Теперь я у конца тяжелого пути, но в старости осенний мрачный холод. Не выступил, не выморозил в ней, порывов тех счастливых ясных дней. Дитя мое и старческие очи хотят на светлый Божий мир взирать, и старческой груди отрадно подышать, прохладая душистые летние ночи. И было мне мучительно сперва, в холодном и угрюмом подземелье, в тоске немое склонялось, как похмелье, усталая седая голова. Минувших дней забытой картиной, из мрака прошлого вставали предо мной, завяв луга дубравые долины, к цветущим берегам реки моей родной. Но пал я ниц, и жарко я молился, и внял Господь в мольбе моей святой. Волшебным светом ум мой озарился, живительной чудной теплотой. Наполнилась душа моя больная, небесный пламень, радость неземная. Проникли в мрак темницы роковой, и я воскрес, восстал с подъятой головой. В устах моих зажглось, вскипело снова бессмертной правды пламенное слово. И пусть над головой усталую моей висят теперь темницы мрачной своды, душа не отдала своей свободы, уста мои не ведают цепей. Пиши же мой, свободно дай излиться тому, чем сердце столько лет томится, не вбывшимся надеждами и мечтам, не вылитым в рыданиях слезам, сокрытым в глубине души мучением, и пусть мою тоску, мою печаль поведает грядущим поколениям, сия заветная бессмертная скрижаль. Пусть хартий ветхих, огненное слово, под грудами пожалище немого, в холодном пепле были вековой, хранится искрою сокрытый, но живой. Угаснет ли, угаснет ли, о нет, взгляни, безмолвное море. Безмолвное море, безветрии, поникли паруса, палящим зноем дышат небеса, зловещим резким криком на просторе. Над ширью желтых высадших лугов кружат станицы диких, дикие орлов. Под сенью пальмы, зноем изможденный, глотая жадно воздух раскаленный, верблюдицы пустынные стоят. Уснули ветры, груды почернелые, пожарища угрюмые лежат, и все кругом легло пустыней онемелой. Но горе вам, беспечный, придет. Урочный час в пустыне стрепенется. В безмолвный пепел ветер злой вздохнет, и вновь пожар потуший разольется. По стогнам и лесам объятым тишиной, все пожирающей губительной волной, так хартий этих огненное слово, под грудами пожарища немого. В холодном пепле были вековой, храниться будет искрою живой. Продует века, и громко, и сурово, на спящем миром грянет это слово. Взыграет бурью, грозою закипит, и целый мир своим раскатом огласит. Семен Фруг, написано в темнице название, подземелье пророка Иеремии, заключенный царем Сидеки в темницу, диктует от руку воруху свои пророчества. Субтитры создавал DimaTorzok